привет всем кто присоединяется к эфиру всем привет девочки я пока представлюсь меня зовут юлия фролова сегодня я проведу для вас прямой эфир буду показывать наращивание акригелем фестиваль и достроим архитектуру soft rose гелью таким розовым красивым оттенком я являюсь творческим партнером бренда эми и также я преподаватель по дизайну и моделированию ногтей и так я подготовила многоточек один свой сделала маникюр подготовила по классике сделала маникюр ногтевую пластины уже обезжирила на вторую руку перчатку не одевают так как буду отклеивать когда форму она будет липнуть к перчатке чтобы вот не было никаких неприятных моментов я пока что поработаю без перчатки и так смотрите хочу сразу показать формы вот эти я буду вам показывать сегодня наращивание обычной обычного салонного миндаля будем делать миндаль поэтому я взяла форму вот такую на удлинение до 9 единиц это очень удобно форма у нее такой знаете небольшой вот вниз удобный будет удобно склеивать и она небольшая так как есть еще формы с достаточно большим удлинением почти 15 единиц вот такие это уже для создания экстремальной длины или для конкурсного моделирования так далее то есть здесь есть удлиненный такой язычок внизу да и линия перфорации вот если вы конечно пользуетесь такими формами да устраивание у вас есть можно оторвать линию перфорации и получится такая небольшая форма с которой будет удобнее работать чем со всей этой длиной но вообще для салона моделирования очень удобно именно вот такие небольшие формы и так я сейчас нанесу дегидратор после маникюра мне очень нравится мыть руки и вся пыль уходит то есть нету лишней пыли под кутикулы это очень удобно и так наносим дегидратор что нам дает он очень хорошо работать с ногтевой пластины если она влажноватая такая или допустим есть какие-то остатки косметических средств может быть клиентка пользовалась кремом для рук или еще что-то такое или допустим такой вариант что вы слегка там вдруг порезали поранили клиент куда воспользовались средством для остановки капиллярных кровотечений и она оставляет как обычно такую такой слой даст которую может пойти от слойка поэтому лучше воспользоваться дегидратором если ногтевая пластина достаточно сухая можно и без него обойтись и так далее наносим ультрабон заметьте как его наносила не внахлёст одним проходом то есть один проход сделали второй третий в три прохода можно перекрыть ногтевую пластин если вы будете ультрабондом работать несколько раз по одному и тому же место если вы будете слишком прям много его наносить что это даст это может привести к отслойка то есть очень большое количество ультрабондов приводит к отслойку поэтому у нас наш маникюр начинается до идеальная идеальная носка ногтей с подготовки ногтевой пластины не должно быть никакой пыли в боковых пазухах под кутикулы не должно быть никакого птеригия да вы должны обязательно вычистить как следует птеригии чтобы все было чистенько далее наносим ультрабонд у нас высыхает на воздухе в течение 20 приблизительно секунд далее мы наносим базу можно использовать классическую без гель можно кстати использовать медиум очень тонким слоем но без гель она самая такая универсальная база не очень классная адгезия она и для влажных ручек подходит и для всех остальных то есть такой он самый универсальный вариант поэтому я воспользуюсь этой базой наношу ее тонким слоем я вообще люблю наносить базу отдельной кистью но мне хочется чтобы слой был такой прям знаете плотненький поэтому нанесу кистью из бутылочки так нанесли базу сушим ее 30 секунд и так далее что мы будем использовать в качестве подложки будем использовать вот такой акри гель это оттенок фестиваль pink розовый полупрозрачный оттенок попробую одной рукой открыть по 2 в лампе как видите я ему уже очень активно пользуюсь это не новинка это мы в прошлом или позапрошлому году его сделали и так вот такой розовый красивый оттенок с блестками там раз различные блестки пайетки шестигранники и мелкие блестки очень красивый такой микс акригель этот он достаточно жесткий очень хорошо распределяется очень послушный им очень удобно работать апельсиновой палочкой можно конечно кистью но я бы советовал апельсиновой палочкой потому что слишком он такой жестенький и так для того чтобы апельсиновую палочку апельсиновой палочки не прилипала акригель у меня есть эта бутылочка из-под евроклинсера здесь очищающий спрей я знаете как делаю я вот так надавливаю до небольшое количество выделяется и отставляю в сторону и пользуюсь макаю апельсиновую палочку да и работаю с акригелем очень удобно чтобы никуда не наливать там лишних манипуляций не делать итак смотрите подготавливаем форму шаблон сначала отклеиваем эту среднюю часть это можно здесь оставить маленькую и для жесткости можно эту часть приклеить сзади далее разрезаем верхнюю линию перфорации и примеряем шаблон мне конечно я показываю себе одной рукой может быть не совсем комфортно но я постараюсь вам показать смотрите примеряем сначала шаблон так как у меня подушечки мне мешают потому что когда я буду вставить форму из-за подушечек она будет немножечко становиться на взлет а мне нужно ее пустить потому что я буду делать миндаль вот поэтому мне нужно будет немножечко надрезать надрезать и как раз у меня здесь вот я примеряю до смотрю где у меня будут вот эти линии располагаться которые я буду надо резать но это что-то между то есть форма должна у встать во в роста близительно это вот вот эта часть между перфорации и вот это серебристой линии в бок делаю надрез можно вырезать ушки можно не вырезать разница никакой не будет если они вам мешают можно вырезать и здесь тоже делаю надрез главное не на не вырезать меньшим поэтому лучше лишний раз примерить сразу вырезать и так так как я делаю миндаль и надрезала форму я сразу вот вот эти нижние части склеиваю ровненько ровненько склеивайте нижние части потому что я делаю на себе не будет неудобно если я сейчас буду склеивать это все отдельно ушки отводим стороны скрутили форму и вот в таком скрученном виде немножечко как бы сверху да мы начинаем ее заводить начинаем заводить смотрим если свободный край вот слишком плоский как у меня да можно еще немножечко откроить форму можно конечно ее вот подсунуть подальше да но можно подкроить чтобы слишком больно может быть не было если клиенту я общественно себе могла конечно и так ее поставить мне я потерплю не страшно так форму можно сделать более плоской то есть вот этот вырез у вас на форме вот этот вырез он должен повторять рисунок свободного края ногтя то есть линия улыбки ногтя так так как мы смотрите вот теперь отлично она будет входить но теперь мешают у роста до в роста расширились поэтому еще немножечко под краю на еще чуть-чуть отрежу прямо буквально один миллиметр к это как раз будет та часть она которую я форму дело делала плоской так перчатку хотел нарастить вот теперь отлично форма встает отлично встает здесь я пошире сделаю разрез мешает что-то форма должна встать ровно отлично ровно под свободный край и носик форму должен совпадать центральной осью ногтя на миндаль форму ставим либо ровно видите у меня ноготь ровно я ставлю форму ровно либо можно слегка опустить вниз про вот вот слегка слегка пустить вниз вот так я думаю будет достаточно так все форма стоит ровно все хорошо теперь склеиваем ушки можно конечно кстати их и не склеивать если на себе делать можно не склеивать так немножко форма опустилась ушла вниз что поднять наверх вот так все отлично теперь склеиваем ушки не не должны схлестываться так вот проблема в том смотрите что я вот так при виде сверху до форма стоит ровно все здорово у нее нет зазоров никаких да она полностью прилегает встает под ноготь то есть зазоров здесь никаких быть не должно но когда я поднимаю пальчик чтобы вам показать да у меня здесь образуется зазор поэтому я на себе буду сейчас вот в таком виде выкладывать акри гели потом подсушу также в этом же положении чтобы мне ничего никуда не съехала потому что когда на клиенте работаешь да это удобнее чем показывать на себе поэтому буду форму периодически фиксировать то есть самое главное чтобы она нас стала ровно и так набираем небольшое количество акри геля количество его зависит от длины которые вы хотите сделать и вот это вот этот шарик мы ставим по центру смотрите количество акри геля также будет зависеть от того насколько хотите вы сделать прозрачным свободную край насколько хотите вы больше поставить акри геля то есть мне вот нравится когда у нас практически половина ногтя из акри геля сделано половина протянута каким-то другим гелем поэтому я кри геля беру такое достаточно хорошее количество и так центральную часть растягиваю вверх свожу на нет обязательно нужно сводить на нет вот этой ступени здесь быть не должно потом она проявится при выкладке материала я сделаю четверку длину четверку вообще люблю длинные ногти длинных ногтях любой дизайн смотрится очень классно и так теперь одну часть акри геля мы растягиваем в один бок то есть мы расплющили эту капельку посерединке в одну сторону одно количество материала ушло в другую сторону другой то есть это равное количество материал нас уходит в одну и другую сторону на форме уже есть рисунок поэтому можем свободный край уже выложить по этому рисунку стараемся сделать это максимально точно чтобы меньше было нам пилить чем точнее будет выложена архитектура тем меньше будет опила и когда мы выкладываем боковые стеночки делаем небольшой зазор вниз под опил то есть мы же еще пилить будем все равно в любом случае то есть подопил небольшой зазорчик быть должен то есть можно слегка их опустить вниз не здесь тоже самое так секунду гель полупрозрачный то есть на свободный край получится таким хрустальным итак вот такой получается ноготочек вот так он будет выглядеть сбоку я специально держу форму чтобы у меня ничего здесь не отсоединился не отлипло и конечно потом при апеле еще за ужин и мне хочется слегка удлинить слегка слегка так как у нас форма медали видно и можно ничего не поджимать ножнярочные ногти на у нас салонное моделирование так еще я иногда перед тем как форму мы трогаем да потом ее можно еще поджать слегка заузить перед тем как поставить в лампу так готово этого достаточно смотрите вот такое количество материала тонко выложили если хочется чтобы акригель был более плотным потом можно достать достроить еще вот здесь вот вот в этой части немножечко толщиной но в принципе я бы так ставил больше чем не достраивал и так сушу часы лампы прямо на свой ноготь направлю чтобы ничего здесь не съехала таким образом я делаю доделаю себе беру подставляю под лампу и полимеризую акригель схватился теперь можно спокойно выпрямлять руку выпрямлять пальчик и ставить в лампу на одну минуту 1 минута будет достаточно для того чтобы акригель полностью просох потому что он полупрозрачный если бы это был более плотный оттенок камуфлирующие например можно было бы потратить больше времени на просушку но так как он полупрозрачный он очень быстро сохнет добрый день девочки добрый день всем кто присоединился еще раз напомним нас эфир по наращиванию акригелем и достраиванием архитектуры цветным гелем гелевый градиент так сейчас будем работать гелем soft rose это вот такой вот розовый оттенок очень красивый с таким знаете даже сиреневатым каким-то потоном он отлично подходит под наших ригель розовый и дизайн будем делать вот такими декорациями это на адрес номер 111 и на адрес номер 112 можно кстати взять какую-то одну из них но мне и хочется и из одной из другой кое-что взять потому что они кстати идеально друг другу подходят там можем здесь листья какие-то скомбинировать цветы бабочки можем листья взять светло-розовый темно-розовую бабочку другую какую-то отлично подходят к друг другу вот эти два вида декорации так снимаем форму акригель высох аккуратно снимаем я сначала им так склеиваю и убираю ее вниз могут ушки каш порваться на это ерунда итак вот такой ноготок получается симпатичный стеклянный и далее мы достраиваем архитектуру розовым гелем я буду делать и выкладку выкладку гелем с минимальным опилом с минимальным то есть что у меня здесь придется попилить мне придется здесь попилить только свободный край только придать ему форму и слегка выгладить поверхность все то здесь мне полностью архитектура будет ровная и пилить ничего будет не нужно поэтому я маникюр зачастую делаю полностью не возвращаюсь потом к нему потому что я не пилю в зоне кутикулу вообще материал итак кисточку я беру на это правда к страшненько это кисть лепесток номер шесть вот такая мне нравится работать широкой кистью она захватывает большее что материал это очень удобно так наносим гель практически в стык с кутикулой но очень аккуратно не нужно заводить прям под кутикулу гель первым слоем мы прокрашиваем прокрашиваем наш ноготь отгибаем валики смотрим что у нас здесь мы должна к ригель завести на первом этапе во в рост так чтобы их закрыть и вот здесь смотрите ближе кончику кончик у меня будет полупрозрачный я взяла и растоптала кредит чтобы у меня получился вот такой градиент далее мне нужно просто достроить зону апекса берем еще одну каплю и можем наносить леду любым удобным способом раскладывать гель любым удобным способом мне нравится сбоку на бок это делать можно также каплю поставить по центру и распределить ее сначала вверх потом в бок потом связь снести вниз то есть тут уже кому как нравится теперь центруем здесь конечно мне не получится вам показать как я центрую нужно перевернуть ноготь параллельно столу проследить сбоку и с торца чтобы апекс был под середине ровно по центру располагался . апекса у нас находится в стрессовой зоне так с центровали сейчас нужно еще немножечко увести в свободный край сейчас я прям выложу его и вам покажу вам покажу получается очень кстати классно какой кончик полупрозрачный сейчас секунду тут так сейчас подсушу так гель схватывается прям буквально в течение двух секунд у кутикул он будет полупрозрачным вот такая получается архитектура при виде сбоку да здесь небольшой натек это ничего страшно потом идет подопил вот такая получается архитектура зона апекса у нас находится на стрессовой зоне плавный подъем у кутикулы и боковых валиков материал сходит на нет уходит в нулевую линию никакого бортика быть не должно чтобы не пилить во первых и вторых чтобы отслойки не было и далее к свободному краю материал сходит на нет здесь может быть крошечная ступенька да так как мы сейчас здесь будем выравнивать поверхность и все выравниться и вот так смотрится ноготь наш сверху да мы видим что у нас балка наполненный материалом провалов никаких нету вот это натек это сейчас уйдет то есть тут опил будет прям вот ну совсем минимальным и так я досушил гель гель сохнет но в течение двух минут на клиенте нужно его просушить так как этот гель полупрозрачный он сохнет быстро то есть если вы делаете ногти небольшой длины то ну минуты полторы будет достаточно если у вас хорошая мощная лампа если не очень мощно сушить и две минуты потому что лучше пересушить чем не до сушить девочки всем привет кто присоединяется к эфиру вот так же есть еще другие оттенки цветных гели вот клевия гель желтенький такой мне где-то мастер-класс на моем аккаунте есть я показывал очень интересный оттенок он желтый не зеленый такое что-то средне между этим так на правой руке зеленый гель на кончика тотеме кстати здесь да здесь клевия гель и с шестигранниками шестигранники взяла и просто в него намешала и нарастила свободный край ну тут у меня каш наращивание с огромными косяками так как это левой рукой делалось но я считаю что для левой руки очень даже вот и стейминг кстати тоже от эми и так наш ноготочек высох теперь будем делать опил будем делать опил сначала убираем дисперсионный слой здравствуйте здравствуйте девочки и если мальчики есть и мальчики тоже и так опиливаем сейчас я возьму надену перчатку я не люблю пилить без перчаток не люблю когда пыль садится на руку я терпеть не могу поэтому одену перчатку сейчас там потерпите секундочку сейчас покажу опил и так делаем опил я сначала так размахнуться все уберу отгибаю боковой валик и сглаживаю натеки если они есть намечаю боковую параллель наметила далее с другой стороны делаем то же самое если есть натек аккуратненько его сглаживаем сглаживаем легкими скручивающими движениями тут сильно нажимать не нужно так наметил вторую боковую параллель теперь формируем свободный край пилку заводит под свободный край аккуратненько опиливаем ой аккуратненько опиливаем заужаем если нужно если хотим заузить самое главное не заходить пилка 2 в рост и то есть мы по в рост и пилкой упираемся но не нажимаем вот я думаю такую на такой форме я остановлюсь снизу я тоже подбираю шашкин тоже может открыться что-то смотрите свободный край на сформирован да уже видно ровная линия много практически готов теперь мы поверхность свободного края выравниваем выравниваем поверхность свободного края толщина торца должна быть 0 7 1 миллиметра так как кригель этот достаточно жестким прям такой знаете как стеклышко поэтому свободный край можно прям сделать тоненьким плюс еще у нас здесь будут стоять декорации поэтому длину толщину можно прям тонкую сделать еще слегка за ужин хочется мне по миндаль не ноготочек сделать так какой я использовала подложку бейс гель классический бейс гель ну и в принципе все и так все пил готов смотрите верхней части не трогала вот здесь если слишком провисает свободный край внизу можно под легким движением там пилка взять вот так поправить вот так и здесь тоже вот такой ноготочек далее в бафе кстати еще отлично сюда подойду знаете какие декорации вот такие смотрите как они классно по цвету подходит очень здорово можно такие такие спальс мне хочется чтобы что-то зелененьким было а зелененьким от подбираем по цвету вот эти очень классно цветы подходят до листья вот эти классно подойдут с нежно розовым цветочком не вот и листок сюда хочется поставить и вот такой вот цветок хочет поставить час я так и сделаю а знаете в чем вся прелесть то что у нас будет чередоваться оттенок здесь светло-розовый цветок а здесь темно-розовый цветок светло-розовым можем поставить ближе к свободному краю а темный ближе к кутикле будет очень здорово смотреться и можно подобрать бабочку так как у цветов желтой серединке можно взять вот эту желтую бабочку очень будет смотреться все вместе красиво можно взять еще какую-то бабочку допустим 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 так но вот эту наверное вот зелененькую такую не зелененькую серенькую вот она тоже классно подойдет потому что у нас листочек да в таких оттенках бабочку не обязательно полностью располагать и декорации не обязательно полностью располагать да вот к сожалению у меня здесь небольшой есть пропил потому что делал сама себе торопилась это было предыдущую коррекцию сейчас нормально сделал маникюр бывает такое но себя это простительно клиентам я так не делаю конечно итак обезжириваем ноготь можно помыть и ручки можно ручки могут на все это можно очень красиво скрыть ничего видно не будет так вот видно на кончике как у нас лежит материал да видно такая дымка получается розовая так что мы делаем дальше мы вырезаем декорации вырезаем декорации и так я хотел поставить вот такой лист вот такой это у нас на адрес номер 112 знаете отсюда снизу вырежу чтобы надпись не испортить вырезаю вырезаю лист стараясь всегда вырезать максимально близко к рисунку так и кладу на влажную салфетку можно положить на ватный диск смоченный в воде то есть тут как вам удобно так с на адрес номер 11 ранжерея вырезаю вот такой темный цветочек и желтую бабочку хочу поставить потому что цветочков желтой серединке и будет отлично все это вместе сочетаться хотя вы знаете наверно вот эту бабочку возьму до эти две бабочки посмотрим может быть понадобится только одна я люблю когда дизайн сложный сложный но при этом не перегруженный перегруженным он будет когда когда вы во первых неверно расположили декорации или когда у вас короткий ноготь и вы взяли слишком много декорации здесь длина достаточно такая приличная и так как у меня не все декорации будут полностью стоять я посмотрю как будет выглядеть уже в итоге и так что нам нужно для того чтобы поставить слайдер top slider top slider наносим тонким слоем чтобы не было лишней толщины наносим топ слайдер отдельной кистью но у меня в подругой кисти для кисть для геля я ей нанесу она чистая на не у нас вытираю влажную салфетку а так у меня такая же кисть только номер четыре это именно вот для работы со слайдерами не совсем остальным и так топ слайдер наношу тонким слоем на всю ногтевую пластину у него такая дисперсия классная то есть даже тонкого слоя тончайшего будет достаточно для того чтобы встали декорации чтобы они приклеились как следует и никуда не делись вот даже тонкого слоя хватит этого будет вполне достаточно слушаем 15 секунд и устанавливаем декорации вот они у нас кстати как раз уже отклеились от бумажной основы и очень красиво от между прочим друг с другом сочетаются так 15 секунд прошло сначала устанавливаем самую большую декорацию то есть какие мы будем ставить точно это вот этот цветок вот эту бабочку и вот этот лист насчет этой бабочки я еще подумаю мне хочется ее куда-то вместить но если будет слишком много я не буду этого делать и так вот этот цветок с листом я поставлю вот сюда вот сюда не полностью здесь я не буду отрезать листок вернее отпиливать пилка я его срежу срежу и вот эту часть тоже можно использовать допустим как-нибудь час я сейчас я посмотрю может быть и не надо этого делать может быть и надо хотя вот так вот будет очень интересно то есть на самый самый кончик на полупрозрачную розовую основу мы ставим кусочек листика вот так смотрите очень интересно то получается кого-то то листиков огибает ноготь можно ножницами отрез можно в конце пилкой отпилить тут как вам удобно так далее у меня цветок большой такой цветочек смотрите буду ставить под кутикулу вот эта часть мне будет мешать я ее наверное сейчас возьму и отрежу да вот иногда так делаю выкраиваю то есть вот ну что там не мешает я беру это отрезаю аккуратненько даже вот листочек есть листочка тоже можно отрезать чтобы цветок стал под кутикулу вот таким вот образом так в районе кутикулу тоже натягиваем слайдер чтобы он лег как следует прям натягиваем его чтобы не было складок тогда бабочка 2 мне не потребуется а вот желтенькую бабочку я поставлю вот сюда но мне будет заходить крылышком на листок вот таким образом получается такой прикольный ноготь и так мы поставили слайдер сейчас я проверю в зоне кутикулу чтобы не было складок никаких поставили слайдер и теперь нам нужно просушить еще раз в лампе секунд 15-20 для того чтобы слайдеры склеились с остаточной липкостью топа слайдер и перестали кататься вот по этой дисперсионные пленки они перестанут вот так вот ездить соответственно не очень хорошо приклеится не дадут никаких сколов и от слоек то следующей коррекции их обязательно нужно зафиксировать также фиксировали потом пилкой проверяем не висят ли где-нибудь где-то наши декорации чтобы у нас была ровная линия свободный край не был каким-то деформированным из-за этих слайдеров напилкой вот так проверили далее я что наношу можно нанести nail prep сюда знаете только в те части в которых у нас много пленки то есть вот здесь много пленки вот под кутикулы много пленки здесь посередине он очень хорошо эту пленку съедает и не оставляет никаких следов если у нас ультрабонт мы наносим и его нужно нанести в один слой без нахлёстов то есть с нал препом наоборот здесь удобнее далее мы наносим ультрабонт полностью на наши слайдеры убираем тоже остатки пленки и создаем липкую поверхность для того чтобы наш слайдера соединились с топом слайдер потому сейчас еще небольшим количеством нанесем топ слайдер кстати этот дизайн будет смотреться как в матовом так и в глянцевом исполнении но вот здесь я бы хотела именно гляньте оставить потому что будет классно ведут этот торец так спрашивали там сохранится ли прямой эфир до прямой эфир сохранится обязательно теперь что мы делаем дальше мы также наносим небольшое количество топа слайдер и наносим на наши декорации прокрашиваем полностью про торцы тоже не забываем тонким слоем нанесли вот таким образом и сушим в лампе 30 секунд сушим 30 секунд можно еще кстати добавить маленькие при маленькие кусочки потали будет очень прикольно смотреться дизайн не будет перегруженным и при этом появится какая-то вы знаете изюминка у меня вот такая потали в банке сжатая где сжатая и сжатая есть глянцевая жата мне нравится больше она так интересно смотрится а глянцевую тоже интересно использовать но в других дизайнах здесь хорошо подойдет жатая на классно рвется на мелкие части вот сейчас на липкий слой поставлю эту поталь прям вот возьму какой-нибудь маленький кусочек вот такой этого кусочка хватит где-то вот местами вот кстати можно закрыть какие-то недочеты сейчас я распределю а потом буду уже так сюда вот можно поставить маленький кусочек потали пусть он заходит на лист вот сюда где-нибудь вот на бабочку все больше не надо потому что иначе будет прям перегруз такой приклеили поталь можно и еще секунд 10 зафиксировать стопом слайдер можно ее разгладить вот так апельсиновой палочкой чтоб она у нас никуда не делась не топорщилась иногда бывает поталь топорщить видите прям вот пару пару маленьких кусочков добавил уже прикольно смотрится скажешь потоком совершенно будет другой вид топ я беру для покрытия ультрашайн ультрашайн это топ он имеет такую очень хороший глянец во первых и сохраняет его до следующий коррекция между стартку пузыречки просто него подливая я беру большой объем и подливаю в пузыречек потому что это очень удобно очень выгодно брать самый большой объем топ единственно у нее есть такой один маленький я внизу назвала даже это недостатком есть нюанс он горячий то есть когда вы клиентам наносите если он где-то вдруг попал на кожу он горит поэтому предупреждайте сразу чтобы они не дергались во что топ горячий может немножечко быть чувствительно так наносим закрываем наши слайдеры наносим топ обязательно отгибаем боковые валики прокрашиваем поверхность чтобы кончик был хрустальным утоп наносим изнутри и можно еще взять капельку и протянуть ее посерединке для того чтобы выровнять поверхность потому что у нас стоят слайдера у нас стоит поталь поверхность нужно будет доравнивать топом перевернем можно сцентровать его и сушим в лампе минуты достаточно чтобы я его высушить вполне то есть одну две минуты если вас мощная лампа одной минуты хватит если нет тот сушить его две минуты и так получается вот такой ноготочек розовый красивый с декорациями декорации здесь как бы такое количество большое но я бы не сказала что он перегруженный нет мне нравятся такие дико такие дизайны в качестве композиции один ноготь может быть вот такой прям насыщенный а остальные ногти могут быть уже там с меньшим количеством декорации либо совсем без них то есть это такой дизайн активный делается на один на два ногтя далее мы уменьшаем уже количество декора чтобы не смотрелся ляпис то хотя кому как может быть кому-то захочется сделать все такие ногти это тоже будет очень классно смотреться и так вот такой получился у нас с вами дизайн эфира сейчас сохраню огромное всем спасибо что присутствовали что смотрели и так всем пока я сохраняю эфир это сейчас вот Продолжение следует...